Всем привет, с вами я Агера, и я до сих пор болею, чтобы вы понимали, я уже неделю в школу не хожу, но видосики, естественно, для вас всё равно записываю, потому что, ну, всё-таки, как бы, болею, в школу не хожу, но график по видосу у меня есть, значит, должен выпускать, да и мне, в принципе, наоборот, только в кайф для вас записывать видосы, и поэтому сегодня у нас история из жизни. Надеюсь, голос у меня не особо будет пропадать, и знаю то, что истории из жизни вы любите, и сегодня я вам буду рассказывать, как, ребят, если чё, это не кликбейт, я реально снимал пранки в детстве, ну, даже не в глубоком детстве, а примерно лет до 11, и это просто жесть, там много всяких интересных историй, как мы снимали с друзьями социальные эксперименты, пранки, просто это, это жесть, вы должны реально это знать, поэтому ролик досмотрите до конца. Ребят, я сейчас не в каждом видосе рекламирую каналы, но сегодня я нашёл реально годный канал, который хочу вам порекомендовать, NDMC, на этом канале красивое оформление, качественные превьюшки, и снимает он, внимание, не мини-игры, он снимает видосы в сфере билдинга, и мне они, на удивление, реально понравились, поэтому я вам советую заценить и подписаться на этот канал по ссылочке в описании. Ну и давайте начнём с того, что, как я уже много раз говорил, я с детства хотел, вот, я сам не знал, кем я хотел стать, но что-то связанное с блогерством, и примерно лет в 7 или 8, ну, или, может, в 9, мне родители подарили фотоаппарат, я не помню его название, но, по-моему, это какой-то, то ли Кэнон, то ли чё-то такое, я, честно сказать, могу ошибаться, но чё-то такое. В общем, мне подарили фотоаппарат, и я на этот фотоаппарат снимал, то есть он для видео тоже был довольно-таки хороший, и я на этот фотоаппарат снимал просто всё, вот тупо всё, вот просто представьте, я снимал, как я подтягиваюсь на турнике, я снимал, как я просто бегаю, как я прыгаю по гаражам, да, вообще, агера-руфер просто, реально. Я снимал, как я бегаю по какой-то площадке, я точно помню, я вот снимал тупо всё, абсолютно всё я снимал, непонятно зачем, я, по-моему, ничего не выкладывал, хотя, хотя нет, что-то я выкладывал на YouTube, кстати, но потом я это нашёл и поудалял или закрытый доступ поставил, ну, чё-то я там выкладывал. Но самое интересное началось, когда я начал смотреть YouTube, и я нашёл там всякие видеоролики, мне в рекомендации кидались, всякие пранки и социальные эксперименты, я когда это увидел, я точно помню, ещё был канал Рака Макафо, вот точно, там ещё вёл Николай какой-то, по-моему, Соболев, честно сказать, в этом не шарю, но вот вело, короче, этот канал два человека, и они снимали пранки и социальные эксперименты, я думаю, многие знают этот канал, этих людей, и я когда это увидел, я просто, я офигел, я это увидел, я думаю, ничего. Ничего себе, я тоже хочу такое снимать, и всё, я с детства стал блогером, и я реально снимал пранки и социальные эксперименты, сейчас подробно расскажу, как это всё было. Примерно лет с 8 до 10, я уже точно не помню, может, до 11, я жил в Киеве, и там я тоже всё снимал, вот тупо просто всё, я там прыгал на площадке, это всё снимал, даже дома я что-то снимал, я даже помню, как я играл в танки, в танки онлайн, брал камеру, и на камеру снимал свой монитор, и куда-то это даже выкладывал, это просто, ребят, жесть. А потом я переехал в свой город, это мне было лет 10-11 примерно, и я приехал, значит, в свой город, тут у меня родители уже купили дом, и вот я даже сейчас живу в доме, здесь у меня были вот люди, которые недалеко от меня живут, просто вот всякие соседи, тут тоже были малые пацаны, кто-то старше, кто-то младше меня, ну, примерно около моего возраста. И я им такой показываю свою, значит, камеру, свой, так сказать, аппарат, показываю и говорю, так, ребята, вы знаете, что такое пранки? Они такие, да, да, я вот видел на ютубе пранки, я говорю, ну, знаете, что такое пранки, социальные эксперименты, так вот, мы будем с вами блогерами, будем снимать пранки, они такие, о, да, круто! И мы начали снимать пранки, социальные эксперименты, сейчас все подробно расскажу. Началось все с того, что мы начали, значит, обговаривать, что мы вообще будем делать. И первое, что мы захотели сделать, это был не пранк, это был социальный эксперимент. Ребят, то, что я вам сейчас расскажу, просто реально, это самое кринжовое, что вы вообще могли слышать за всю жизнь. Мы взяли камеру и подходили просто к рандомным даже нашим соседям, чтобы вы понимали, к соседям нашим мы даже подходили. Начинали прям вот так вот их в упор вот так вот камерой снимать и вместе с моими друзьями спрашивали у них всякую дичь, это типа социальный эксперимент, то есть это именно не пранк, а социальный эксперимент, мы что-то спрашивали у них. Это был как социальный опрос. Мы подходили и спрашивали, что вы больше всего любите есть, ну, то есть какая еда вам больше всего нравится? Ребят, я не знаю, мне так за это стыдно, но я вспоминаю ответы людей, это просто жесть, то есть реально некоторые люди это воспринимали нормально. Кто-то сразу отходил от вопроса или игнорил нас, или говорил вам, ну или просто угорал и уходил, а кто-то реально начинал рассказывать, типа, ну вот я там люблю, там, пиццу, там, пельмени, я помню вот точно то, что кто-то реально начал рассказывать, что он любит, и мы просто офигевали, мы такие думали, ничего себе, кто-то реально отвечает на наши вопросы. И это было очень весело, но потом вот мы засняли буквально парочку каких-то социальных экспериментов, естественно, никуда их не выкладывали, но потом мы решили снимать пранки, и пранки мы уже, ребят, выкладывали, сейчас я вам всё расскажу. Короче, мы решили снимать пранки, и первый пранк, который мы захотели сделать, это, короче, я нашёл у себя дома какой-то старый телефон, который уже, по-моему, даже не включался, я спросил у родителей, типа, он вам вообще не нужен, они такие, да нет, можешь его хоть выкинуть, и я им говорю, ну всё, хорошо, а тогда пошёл снимать пранки. И наш мега-гениальный пранк, лет в 10 или в 11, сколько нам там было, это был пранк, когда мы, вот получается, вот я точно помню, мы с моим другом, я даже сейчас с ним иногда общаюсь, ну не особо общаюсь, но иногда переписываемся. И мы, получается, с моим другом делали так, мой друг берёт камеру, ну вот мой фотоаппарат, бежит за мной, я бегу спереди, и мы бежим возле человека, который идёт спереди. И вот, получается, мы его обгоняем, мой друг снимает и этого человека, и меня, как я бегу, как я его обгоняю, я роняю телефон прям перед этим человеком, и мой друг это снимает, и проверяет реакцию, скажет ли этот человек, что у меня выпал телефон. Ребят, это просто жесть, я не знаю, как мы до этого додумались, скорее всего мы что-то подобное на ютубе увидели, потому что мы бы не додумались до этого. Вот, и вот что вы думаете, мы вот таких вот пранков, ну именно конкретно с телефоном, реально снимали штук 20, наверное, мы просто вот людей искали, и штук 20 вот просто вот таких вот видосов у нас было, и реакции были интересные, вот тут реально реакции были интересные. Я помню, мы пробегали перед какими-то молодыми пацанчиками, ну старше, чем мы, но молодыми, и зачастую они игнорили, то есть они просто реально не игнорили вообще, как будто ничего и не заметили. Помню, вот я 100%, хоть у меня есть памятью проблемы, но это я помню, как была бабушка какая-то, которая вот, чтобы вы понимали, мы снимали, это была, по-моему, весна, и еще был снег, но уже все таяло. И просто представьте, грязь, снег, все, вода просто, вообще все в грязи, в воде, и мы бежим, я роняю телефон, он падает в какую-то грязь. И вот это вот бабушка, короче, берет, поднимает телефон прямо из грязи, он весь в грязи, уже видно, что он даже если и работал, то уже работать не будет. И она ко мне прямо подходит, начинает, короче, мне этот телефон давать, говорит, что так, слушай, деточка, ну тебе телефон родители дали, ты его должен хранить, это очень важная вещь. Храни его, я говорю, да, да, спасибо большое, что вы мне его отдали. И потом в конце, короче, ну я же видел то, что пранкеры такое вот делают, я начинаю, короче, вообще, ребят, это жесть, подходит вот этот пацан, который снимал это все, начинает нас двоих снимать, и я такой, я говорю, бабушка, спасибо большое, это был социальный эксперимент, мы проверяли, будет ли нам телефон давать. И она, ну она, понимаете, это было, когда это было, это было лет 6 назад, и она даже, ну типа, не знала, что это такое, она говорит, ну все, храни свой телефон, типа, она, короче, даже не поняла, вот, и мы просто забрали телефон и ушли, но это, это просто жесть. Я помню то, что был у нас пранк, мы даже, мы даже выложили его, по-моему, на ютуб, но потом скрыли в закрытый доступ, там, вон, 5 просмотров, по-моему, было, мы его в закрытый доступ поставили. Короче, был пранк, мы не особо далеко отошли от телефона, по-моему, телефон просто тогда уже реально сдох до такой степени, что я его даже в руки не хотел брать, он уже просто весь в говне был. И мы сделали пранк, как мы сидим, короче, да, я помню, мы сидим на площадке, у меня в кармане лежат много, короче, вот типа, поняли, долларовых купюр, но не настоящих, естественно, там прям было написано то, что это не настоящее, фейковое. И у меня прям много долларовых купюр, и я, короче, сижу на скамейке со своим другом, и мы это все снимаем на камеру, и мы, короче, встаем, и у нас, типа, эти купюры просто вываливаются, и там прям, ну, не почувствовать то, что они вывалились и не заметили невозможно. И они, короче, вываливаются, и вот люди, которые рядом с нами на скамейке стоят, они просто, ну, они понимали то, что у детей не может быть столько денег, и вот мы раз 10 или 15 это снимали, и никто ни разу нам не сказал то, что у вас деньги вывалились, потому что они просто видели то, что это что-то, ну, как бы, ну, что-то тут не так, когда вываливается там купюр просто 100, ну, я не знаю, ну, короче, очень много, и ничего нам никогда никто не говорил. Странно, что нам не сказали, что мы там мусорим, потому что, реально, вот это уже, вот это уже, как бы, незаконно, реально. Вот, но, помню, как-то, вот это мы выложили, типа, и как-то подписали, типа, что люди, типа, вот злые, не помогают нам, короче, ну, вообще, реально. Мы прям рассердились то, что у нас тут деньги вываливаются, и мы записали прям реакцию, как, короче, я помню, девушка, и, по-моему, и пацан сидят, и просто смотрят, как у нас деньги вываливаются, по-моему, даже угорают. А мы, короче, встаем, и потом просто выключаем камеру, прям при них, и начинаем обратно, вот эти вот все деньги обратно себе забирать, ну, фейковые купюры, это просто, ребят, жесть. Короче, да, что я хочу сказать, с детства я был блогером, с детства, вот, хотел кем-то стать, правда, сейчас я не блогер, вообще, я, типа, снимаю Майнкрафт, как бы, я не блогер. Но это не важно, самое главное, что с детства я хотел стать кем-то, но кем-то хотел стать, и уже хорошо. Ну, в общем, спасибо всем за просмотр данного видеоролика, надеюсь, он вам понравился, старался максимально его весело комментировать, плюс, честно сказать, горло у меня до сих пор болит, в школу не хожу, сложно, но для вас видосы записываю. Все, спасибо всем большое, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, оставьте свои комментарии, и всем пока-пока.